Девушки отдыхают Спасибо вам огромное, что вы все пришли За терпение, за понимание Но мы ничего не могли сделать с этим туманом Наши гости особо не нуждаются в представлении Хотя для крымской публики в принципе нуждаются Это удивительная женщина И когда я ее увидела, просто была от нее в восторге Доктор экономических наук, профессор Зав. кафедры экономического планирования Факультета госуправления МГУ Дочь человека, который в свое время Я все время говорю, основал, не основал, не создал Который работал с госпланом Известный экономист Который все знает о мировом финансовом кризисе И самое главное, знает Как Россия из него выйдет Итак, наши гости Честно говоря, я хотела презентацию принести Она у меня лежит в отеле Но мы забыли Но это даже мог быть и лучше, чтобы не отвлекать внимание Я с удовольствием приехала в Крым Потому что я переживаю за то Как дальше будет развиваться экономика Крыма Что ждет крымчат, что ждет Россию Мы сегодня Россия Это даже не обсуждается Это я всем повторяю Это Россия И забыли обо всем Надо думать, как развивать экономику России И свое мнение могу сказать следующее Что то, что происходило в течение многих лет Даже точку отчета я могу начать где-то с 50-х годов Мы все больше и больше закладывали хаос в управление экономикой И этот хаос, который мы закладывали Завершился распадом СССР И сегодня хаос продолжается и в России Экономический хаос Всякий хаос очень опасен Как вы знаете, хаос чем глубже Тем он перерастает в очень неприятные действия И угрожает Кстати, не только сегодня Россия Он угрожает любым странам на всем континенте Недаром говорят, это глобальный экономический кризис И вот возникает вопрос Он, естественно, стоит А как выйти из этого глобального кризиса Известно, что все формации, когда они меняются Идет смена формации Связаны с появлением новых орудий труда И, к сожалению, этот переход связан и с большим кризисом И кризис ведет часто к большим жертвам И некоторые народы, даже история этих народов исчезает В ходе этого кризиса Вот в настоящее время Кстати, известно, что каждый следующий кризис Он более страшный По своим последствиям Об этом писал еще Маркс Это говорил Эндельс В следующий кризис Человечество все более Супорождается с большими потерями До самого человечества И вопрос стоит в том Что либо содействовать продолжению кризиса Либо все-таки начать путь выхода из него И вот я считаю, что Россия В силу того опыта, которым она владела А Россия владеет уникальным опытом экономического планирования Которым не владела ни одна страна мира Должна предложить миру альтернативу Хаосу противопоставить Ну, грубо говоря, порядок А лучше сказать, организацию управления экономикой Взять, обуздать экономику И заставить ее работать на людей А напомнить надо Что такое экономика Это не то, чем занимается сегодня правительство России Собрать деньги, поделить, переделить И не надо отвлекать внимание людей тем Как будет рубль плавать, доллар Процент, как должен себя вести Поднять, опустить Как нам инвестора прислать Который скупит собственности Якобы за этой скупкой пойдет развитие Этой собственности Ничего не пойдет Потому что для того, чтобы что-то пошло Требуется развитие производства Скупил собственность Это ни о чем не говорит Просто обогатился И больше ничего Поэтому мы сегодня действительно Останулись в такой ситуации Почему Юля Да, она назвала Спасибо за санкции Как раз именно потому, что Устраивая нам блокаду Как бы идет стимулирование К тому, чтобы мы наконец Стали думать, что делать с экономикой И учитывая, что у нас Самый большой опыт в управлении экономикой Таким опытом не владеет ни одна страна мира Мы должны Даже в силу того, что очень часто И наш президент говорит Что национальная идентичность Это прежде всего наш опыт То, чем мы жили А мы жили благодаря И были великой страной Благодаря тому, что мы умели Управлять своей экономикой И вот, кстати Самый большой наш успех был в том, что Мы были единственная страна в мире Которая рассматривала свою экономику Как единую корпорацию Потому что в мире Либо есть Какие-то структуры Которые управляют своей экономикой На примере любой фабрики Там есть управление Любая корпорация предполагает управление Иначе она не существует Если нет управления А есть то, что называется Рынок, некая стихия Где все плавает Идет захват собственности Передел собственности И всякий кризис Он работает на передел В пользу самых богатых Мира всего Всякий кризис Это обогащение тех У кого больше денег Централизация мирового капитала И вот этой централизации Мирового капитала К сожалению, помогает Экономическая теория Которая не является наукой Которая сегодня преподается Во всех вузах Подменили ей Настоящую экономическую науку И мы сегодня подошли к ситуации Когда экономистов в стране нет Экономист того, где вы Это мнение И руководителей Военно-промышленного комплекса Что потеряны экономические знания Потому что экономика Это прежде всего развитие производства Это координация связи производителей Для того, чтобы производить Нужный обществу продукт А считать, что если я дал деньги И чудо произойдет Продукт появится Это настолько смешно Это то же самое, что я дам любому деньги Скажу проглоти деньги И выйдет танк Это абсолютно такое смешение Танк не выйдет из тебя Поскольку для танка требуется Производство металла Соответствующая энергия Соответствующие люди Профессионалы Людям надо жить Которые производят танк Им нужны дома Питание Это целая Система мер по развитию Разных отраслей экономики Чтобы вышел тот танк Который бы мы хотели Для обеспечения Бородоспособности страны Накачивая страну деньгами А сегодня мы только говорим Исключительно о монетарных методах Я бы даже говорила Сказала бы, что речь не идет Спора между либералами и нелибералами Как правило, люди, которые стоят в оппозиции Они очень либеральны по духу Свободны и независимы Речь идет о том, что есть Монетарная попытка Монетарно управлять экономикой А точнее, она сама по себе А монетарно переделится Собственность и пирог В пользу тех, у кого больше денег А есть те, кто хотят заниматься экономикой Вот если мы хотим заниматься экономикой Это означает, что мы действительно Не хотим больше усиливать хаос в стране Наводим порядок И страна поползает без всяких серьезных потерь А ваши принципы экономики скажите, пожалуйста Подождите, не перебивайте, пожалуйста Вопросы будут позже Принципы экономики, это очень важно Эффективность производства Справедливость распределения Стабильность Все? Все? Очень мало Мало? Я не хочу говорить больше Не надо мне говорить Я могу сама ответить А праздник? Нет, не надо Если вы можете сказать, я вам отвечу Да, так Продолжаю До начала Да, лирическое Нет, ну чего человек пришел Соранее Да, так вот Значит, если мы говорим Что страна наша единая корпорация Она, естественно, предполагает свой единый проект Вот на сегодня Единого проекта России не существует Она идет по кусочкам То есть Мы очень рады, что у нас есть агенция стратегических исследований Которые внедряют в свои разные проекты Различные технопарки Инкубаторы И так далее То есть Кто-то пробивает Лоббирует какой-то проект Деньги делятся Как правило, проекты не самоокупаемые Деньги в бюджет не возвращаются Ну и как вы понимаете В условиях, когда конкурируют огромные транснациональные корпорации Маленьким проектиком Потемкинским деревням Никогда с ними не справятся Наоборот, очень удобно Потом корпорация захватит Проглотит этот проектик А вот так, чтобы страна была как единая целая Гармонично развивалась В сторону роста жизни Качества жизни Такого проекта на сегодня официально в России нет И отсюда идут проблемы Потому что даже Прослушав выступление сегодня немножечко Вот я все не успела То, что Шувалов докладывал Система антикризисных мер Это сугубо монетарные меры Никакого развития производства не предусматривается Более того, он уже сказал Будет рост безработицы И все должны консолидироваться Вокруг этой замечательной идеи То есть согласиться Не спорить Жизнь трудная Она Даже, как я помню, сказано Крым присоединили первая Потом отсюда санкции Ситуация сложная Всем радовались Поджали пояса И дальше Опустили следующий этап В кризис Вот это называется Антикризисные меры С чем вот я лично сталкиваюсь Когда у меня очень большой Вот Если Я не знаю, у кого такое большое Опыт чтения лекции У меня очень много программ ведет Те, кто МБИ, ДИБИ Второе образование Кадровый президентский резерв Тысяча Очень много читаю лекции Минэкономразвития Те, кто приходят учиться Второе образование Вот Практики А, ВПК Лекции Корпорации Ростехнологии Ну, с практиками Еще много общаюсь И Я так уверена Везде говорю Потому что Человек-практик Он прекрасно Понимает И чувствует Что нужно И что вредно Я ориентируюсь Не на идеологов Которые, кстати говоря Всегда избегают разных споров Уходят куда-то прячутся А Практики Вот Директорсти корпуса И очень много сильных директоров В составе Ростехнологии Они Видят За Видят и понимают Перспективы Вот Совместно со мной Как внедрять сегодня Экономическое планирование Но Пока Пока Такого еще Интереса К тому Чтобы мы запускали Управление экономикой Запустили нашу машину Которая Позволит управлять Пока еще Если так сказать честно Не наблюдается Вот это Самая большая Наша беда Ну Я со своей стороны Делаю все, что могу Везде выступаю Вообще Я бы сказала Что журналисты Стали достаточно активными В Москве Часто звонят Почти каждый день Ваше мнение Вот последний звонок Был Когда я летела Где-то там В Анапе Не помню Да Кто-то позвонил МК-24 Пригласили выступить Но я туда Не могла Физически А вот Кто-то позвонил Забыла кто Спрашивали Как вы относитесь Тому Что Россию Оценили так низко Ее инвестиционный рейтинг Вот вы знаете Мне абсолютно все равно Как нас оценивают Мне это вообще Не интересно Поэтому Когда Шувалов говорит Как ужасно Что нас так оценили А мне это не ужасно Мне вообще Это не интересует Потому что Все эти Агентства Это пиар-компании Которым платят деньги Которым заказывают Как нас оценить Вам интересно Когда кто-то вас оценивает Если он вам В принципе Ну оценил Ну не оценил Ну какая мне разница А тут у нас Такая трагедия Ну они нас так плохо оценили Значит к нам Инвестиции не придут А нам И не нужны Ваши инвестиции В виде пустых значков Не подкрепленные Соответствующим оборудованием Сырьем Для развития нашей экономики Очень много вопросов Зачем вы нам Вообще эти пустые значки Присылаете Вот например В Норвегии Пустой доллар не пойдет За ним пойдет оборудование А в Россию Напичкали Очень много пустых долларов Зато мы провели реформу Радовались Цена на нефть высокая Даже не думали Что каждый нефтяной шок Преследует Чью-то стратегическую цель И было абсолютно ясно Что Высокие цены на нефть Обязательно потом Станут низкими Все в мире стремится К среднему А результат каков Пока радовались Веселились Смотрим Оказались чем Производство Деградировано Разбито все Теперь мы говорим Требуется импортозамещение Ну и требуется Дальше что Давайте Что вы предлагаете Чтобы действительно Оно произошло Плавной действий нет То что сегодня Ну вот Последние правительства Зачитало Это те же самые меры Которые ведут дальше К углублению кризиса Чисто монетарные Чуда не будет При таком подходе К экономике А почему Мы вручены Дальше идти вниз Чудес не бывает Вообще Почему Ну помолчите Ну помолчите Понятно Я не пойму У тебя у нас слово У нас Уважаемый наш гость У нас есть Правила поведения В нашем медиаклубе Пожалуйста Соблюдайте их У нас вопросы После Привиру И после Согласия И всех остальных Я надеюсь Я тут Катя Черт Но я теперь хотела Поперейти к тому Чем я горжусь Это тем опытом Которым наработала Наша страна Вот В свое время Когда Ну я условно Буду говорить Сталин Имея ввиду Целую команду Которая с ним работала Просто легко сказать Слово Сталин На самом деле Это была мощная команда Организаторов Производства Вообще У нас люди Гениальные Это правда Это специфика Нашего народа Почему Мне очень нравится Когда Руководитель Мирового банка Где-то год тому назад Сказал Россия Это же великая страна Ты родила Чехова Дай альтернативу То есть К России Особое И требование Ни одному народу Невозможно Предъявить Такие требования И претензии Где альтернатива Только К России Это специфика Ну такие мы Не очень любим Работать физически Но мы очень любим Мыслить Думать И предложить Да Так вот Когда Считаю Там Опять-таки Про Сталина Как личность ГУЛАГ Мне неинтересно Говорит Я экономист Я просто хочу сказать Что Сталин В период НЭПа Он очень не хотел Отказываться От НЭПа НЭПа Это была Действительно Уникальная Экономическая политика Очень интересная И хотелось бы Конечно Чтобы мы имели Какой-то период Смешанной экономики С малым бизнесом При руководящих Позиции государства В экономике Но то Что сделали Мы в эпоху Перестройки Мы просто Создали Монополистический Капитализм В самой грубой Форме Да Так вот НЭП Объективно Развитие Промышленности В ответ Правые В лице Бухарина Говорили Нет То есть Рынок сам по себе Решает Но Была ситуация Такая Что Темпы Экономические Стали падать Потому что Экономическая политика Была наковано Что мы Держали Золотого Червонца И мы должны Поддерживать Стабильность Валюты Где-то Она близка К тому Что мы делаем И При такой Политике Всегда идет Спас производства И рост Безработицы Поэтому В стране Стала нарастать Безработица А если учитывать Что мы Одновременно Пытались Перенять опыт Форда Из США И немецкий опыт Мы старались Приоритетные Отраски Промышленности Немножечко Субсидировать За счет Сельского хозяйства Крестьянин Отказался Покупать Продукцию Промышленности Наш крестьянин Мог сам себя Прокормить И Фактически Город Начал Голодать Нарастание Голода Безработицы Снижение Темпов То что В кризис Вступили Рядом страны Глобализация Наедина Мир Шарик Земной Он един Мы решили Быстренько Развивать Свою промышленность И вот Благодаря Я считаю Гениальной команде Которую окружала Сталина Был Взят курс На индустриализацию Основанный На Стратегическом Планировании Экономики Вот То что Сегодня Говорят Реиндустриализация Приоритетная Отрасль Это все Игра Мани Мани Кого будем Поощрять За счет Кого Лобируем Это Не та Индустриализация И вот Тогда Фактически Никто Так Не говорит Но Я скажу Прямо Именно Тогда Мы подошли К рассмотрению Страны СССР Как единой Корпорации Которая Находится В серьезной Конкуренции С другими Транснациональными Корпорациями Корпорация Оказалась Мощной Причем Она работала Совершенно На других Принципах Потому что Никогда Союз Не ставил Задачу Никого Захватывать А в то Время Как Другие Корпорации Все Международные Финансовые Системы Которые Они Создавали Все Продуманные Финансовые Спекулятивные Инструменты И организованные Ими же Войны С той же Целью Они Именно Преследуют Цель Захват Передел В свою Пользу И Экономическая Теория Обслуживает Вопросы Именно Централизации Мирового Капитала Не дай бог Нельзя Развивать Производство Экономику А тем более В странах Где Валюта Не является Ключевой Резервной То есть Которая Не имеет Права Рисовать Как Избранные Страны И Мы Как раз Такое Рассмотрение СССР Как единой Корпорации Заставило Нас Разработать Систему Планирования Научного Планирования Единственным Приоритетом Были Не качество Жизни Людей А приоритетом Было Ускоренное Развитие Промышенности Обороноспособной Страны Вот В той Системе Как раз Нарабатывался Вот этот Опыт Управления Планирования Когда О котором Сейчас Никто Не помнит И не знает Что такое планирование Я вам сейчас На пальцах Расскажу А что вы там Думаете Я вам сейчас Это Расскажу То есть Вот мы Допустим Вот Я Газплан Я определяю Приоритетное Направление Вызываю Мы вызываем Всех специалистов Обороноспособности И спрашиваем Что нам нужно Для этого Нам отвечают Мы туда Направляем Инвестиции Идет расчет плана Мы направляем Инвестиции Оборонной Отраси Начинают считать Сколько Им нужно Поставить Каких ресурсов Чтобы действительно Произвести Эту продукцию Не просто Деньгами Накормить А чтобы Произвести Посчитаем Заявки Отдают Смертные отрасли Смертные отрасли Начинают Тоже самое Надо Произвести То-то 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 Нам надо Развить Наши Производственные Мощности Нам требуются Поставки Таких-то Материальных Ресурсов Такие-то Трудовые Ресурсы Заявки От этих Отрасли Поступают Следующим Смертникам И получается Потом Когда все Провели Эту Итерацию Рассчитали Все заявки На инвестиции Поднимаются Наверх Но у меня Только столько У меня нет Так много Я не могу Выполнить Все заявки Поэтому мне Приходится Урезать Даже Министерству Которое Определяло Все обороны Только для того Чтобы все остальные Действительно Смогли Выполнить То, что Желает Это министерство Иначе Это фикция У нас Все программы Экономические Это все фикция Желанка есть А расчета Что мы можем Нет нигде То есть Нет вот этой Цепочки Расчета Взаимосвязи А должно быть Так Вот я хочу Вот я могу Смотрим Оказывается Что-то Много я хотел Урезаю Потом Оказывается Оказывается Я могу больше Пока не найдется Точка равновесия Баланс То есть Требуются Вот эти Итеративные Расчеты Планирование Это метод Последовательных Расчетов Чтобы прийти К экономическому Равновесию Посчитать Вот эту Сбалансированную Гармонию Пропорциональную Экономику Вот Я пока Маленькую точку Поставлю Обычно Нападки Идут на планирование Планирование План Это гулаг Ну Вы меня извините Гуантанова Без всякого плана ГУЛАГ Ничего Живут В рыночной Экономике Причем Здесь план Который Занимается Координацией Производственных Связей Расчет Работа С информацией ГУЛАГу Это Дискредитация Плана Это дискредитация Опыта Нашей страны Это дискредитация Нашей страны И практически Нежелание Дать Никакого Будущего Нашей стране То есть Это как раз Идет борьба Вот те Кто дискредитирует План Либо они А таких очень много Которые вообще Ничего не понимают Свой план Либо Извините Это специальная Преднамеренная работа В пользу Других государств Диверсия Второй 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 момент Часто говорят Я вот тут еще студенты Вижу некоторые молодые Хватима Но это хорошо Что кто-то пришел Второй момент Индикативное планирование Вот директивное плохо Индикативное хорошо Вот как рассуждают Ничего общего нет Их нельзя сравнивать Индикативное планирование Это что такое Вот Франция Например Она применяла Индикативное планирование Я там сижу наверху У меня какой-то Есть прогнозный центр Мы строим Какой-то прогноз Это не то Что я говорила Идет согласование В рамках Единой корпорации Потому что Франция Это не была корпорация Просто я Составляю Какой-то прогноз И исходя Из этого прогноза Аналитически Я помогаю Государству Принять какие-то решения Кого поддерживать Ковыми Это не есть То планирование Как планирование Единой корпорации Вот я когда говорю Про планирование Единой корпорации Если взять любую Трансациональную корпорацию Она тоже пытается Планировать Так как планировал Никто не скажет Что там ГУЛАГ Планирование корпорации Это когда все звенья Взаимодействуют Присчитаешь Согласовываешь их деятельность Исходя из цели Движения Единой корпорации СССР Была корпорацией Это была ее сила Ее надо было Демонтировать Чему способствовали Абсолютно все реформы Проводимые Начиная с Хрущева Абсолютно все Вшли На вывод Предприятий Из единой корпорации Предоставляя Больше свободы Денег Проводя Все на одной Реформу Вели на демонтаж Этой корпорации И не было никого Кто бы вел наоборот Эту задачу На правил Именно как Совершенствование Управления экономикой Единой корпорации Шел демонтаж Поэтому сказать Когда говорят Ассоциируем Мы к тому об этом возвращаемся А к какому конкретно Тридцатых Пятидесятых Шестидесятых Семидесятых Восьмидесятых Он менялся Он трансформировался А страна стояла Перед очень серьезной проблемой Особенно когда прошла война Мы восстановились Очень быстро Дальше что будем делать с экономикой Как научно управлять На самом деле При военном паритете Который имела страна Битва перенеслась Именно в сторону экономики И на первом месте Должна была стоять Задача управления экономикой И до сих пор Вот сколько вот Евреев водил Кто водил Евреев В Алексей Сорок лет Сколько нас лет ведут Считайте Отнимите Сидесят четыре года Да? Нет Больше Пятьдесят Четырнадцатый год Пятнадцатый Ну вот Уже скоро будет Как Сидесят пять лет Мы все ходим Ищем Значит Стояли какие проблемы Почему мы не справились Я просто хочу Сказать Планировать Развитие Такой огромной корпорации Это очень сложно Это научная проблема Требует высочайший Класс Топ-менеджер Это знание Ты не можешь создать Машину Если ты не знаешь физики Ты не можешь создать Систему управления экономикой Если ты не знаешь Закон развития экономики И конечно Вот этот век Век перехода К новому типу формаций Это переход К новым технологиям Управления экономикой Это век экономической кибернетики Не той Которую выдают Как кибернетика Когда кто-то строит Какую-то В собственной голове модель И потом он говорит О, вот по этой модели Пусть она живет Нет Экономика Как наука Это обобщение практики С целью ее совершенствования Никто из своей головы То, что он придумывает Пусть с этим дальше идет И задача стояла в том Чтобы описать Вот эту модель Управления экономикой На языке Системы алгоритмов То есть Как вот мы говорим Мы заказываем Производитель отвечает Что могу Корректировка того Что хочет потребитель Корректировка того Что хочет производитель И начинаются Вот эти итерации Расчет И это моментально считается Моментально считается С использованием ЭВМ Никаких проблем Рассчитать Сбалансированный план Не существует Вообще И дальше Возникает Еще такой момент Вот в этом То есть требовалась Динамическая модель Межберсового баланса Почему Межберсового баланса Мы называем Межберсовый баланс Потому что Все виды балансов Баланс заходов и расходов Граждан Баланс государства Это бюджет государства Межберсовый баланс Все балансы А трассы и производителей Все они представлены Как единая таблица Все вместе сидим В единой таблице И все абсолютно видно Кто кому чего Поставляет Все доходы Ничего можно заложить И огромные доходы Но все видны Правильно Да И все понимаешь Что реакция Реакция Нет Почему идеальные На самом-то деле Скажу вам такую вещь Очень неприятную Мне так давно выступала В этом Министерстве энергетики По поводу создания Государственной информационной системы ТЭК И то что делают они Вот этот диск ТЭК Как я им сказала Можете взять и положить в корзину Как все что мы вообще делаем И там выступил очень интересный человек Который является ведущим В этой разработке Он у них эксперт И он говорит То что она говорит Абсолютно правда И более того Я хочу сказать Когда я приезжаю В министерство финансов США Они проводят Итеративные расчеты По составлению Топливного энергетического баланса Это дурачкам Выдают Поиграем в валютки В мани-мани А умные люди Проводят Итеративные расчеты Как согласовать Потребности С возможностями Это начинают нас Так воспринимать Как индейцев Но это был Наш опыт И мы должны Его развивать Я могу сказать Они еще далеки От нас По разработкам Потому что Но они идут По этому пути Объективно Все равно Мир выйдет на этот путь Рано или поздно По управлению экономикой А чем же мы Которые столько Ного наработали Вдруг взяли Его выкинули Куда-то И говорим Ну давайте Подкидывайте Ваш мусор Мы готовы Играем в лохотрон Вы нам Даете ваши Пустые записи Мы разваливаем Наше производство С криками Банкротства Непонятному никому Мало ли что Минус Плюс Сталин просто делал Забирал у кого Минус Передавал у кого Наоборот У кого плюс Передавал у кого Минус Все должны работать Потому что Не будет работать Он Не выйдет продукт Как с Грецией Сейчас издеваются Давайте банкротить Грецию Чего вы банкротите Она тоже нужна Греция Да все нужны Кому-то Может вообще Никто не нужен Только он Но в принципе Люди все нужны Тут же все идет От философии Еще от понимания Этого мира Вот создавая Экономику Нацеленную На Рост производства Продукта Который заказывают Конечные потребители Мы тем самым Укрепляем Реальную Плативспособность Национальной валюты Потому что За ней все больше Лучше Хорошего качества Товаров И рубль Становится Всесильным Благодаря Развитию Производства И никакой Дурачок Не будет бегать За нарисованным Долларом Который уходит В инфляцию Кому он нужен Никому А вот пытаться Доказать Что мы победим Доллар Играя монетарными Методами Вы меня извините Если кто-то играл Лохотрон И он автор этой игры Пытаться в его игре Его же победить Ну это вообще Сами понимаете Наверное смешно Ну и вот сегодня Возникает вопрос А что делать Потому что Опять-таки Тот антикризисный план Который принимает То же самое Обанкротившееся Правительство Является Продолжением Кризиса Вглубь И Вопрос Остается Очень серьезным По поводу того Какая Экономическая модель Нужна России А эта модель Поиск ее Кстати Мне очень нравится Многие выступления Путина Он все время Подчеркивает Нам нужна Наша идентичность Мы как страна Должны развивать Дальше наш опыт Таким опытом Является Наше управление Планирование экономикой Но пока Мы этим Не занимаемся Кадры Слабые Это означает То, что Надо готовить Новые кадры И надо Запускать Управление Планирование Экономики Нашей стране Понимая, что Выползая Из кризиса Этот будет Процесс Именно выползания Никакого победоносного Движения Вперед Не ждите Так что Ура Вы пошли Нет Это сложный процесс Никогда Страна не сталкивалась С такими сложными Проблемами Как сегодня Ну, наверное Миссия России Такова И ей Крым Очень где-то Помогает Первое Начать этот путь Хочу вопросов? Нет? Ну, и вот Поскольку Сегодня у меня Много было встреч Как раз И форналистами СМИ Вот как бы Тоже иногда Общаясь с людьми Созревают И идеи Вот Много вопросов А как вы видите Будущее Крыма? Наверное Поэтому мы с такими Муками сюда приехали Нас, наверное Кто-то не пускал Сюда в Крым Ну, да Я считаю Что Ну, видите Многие говорят Ну, как видеть Будущее Крыма? Это какой-то Новый проект Вопрос Какой проект Ситуация непростая Вот Всякая Как мы говорим Интеграция Экономика Очень сложная Были разорваны И вдруг присоединились Как? Все непросто Но все это решаемо При научном подходе Пусть будет медленно Но должно все идти верно И вот Когда говорят о том Что Крым Может быть Рассматриваться Как свободная Экономическая зона У нас много Зона создавалась Все заканчивалось Очень интересно Никакой не будет Никакого При таком подходе Рассвета Крыма Не будет Могут, конечно Прийти кто-то Что-то скупить Все переделить Поделить Вот меня, кстати Удивляет Почему правительство Здесь не присутствует А правительству Нужны знания Я еще раз повторяю Правительство Без знаний Значит оно И не желающее Знать экономику Значит оно Желает работать Только на себя Это я так И очень строго К этому отношусь В Москве Почему-то Существуют Подготовки Кадрового резерва И много Желающих Получать знания Прежде всего Должны Получать знания Те кто ответственны За руководство Поэтому то что Они сюда не пришли Вызывает много вопросов И ответы Не должны дать Почему Когда приезжает Экономист Который два раза В году Во всяком случае Выступает в правительстве На высоте Создание ВПК Совет по финансовым Ценам Я удивлена Почему они Не пожелали прийти Управляя маленькой территорией По сравнению Со всей России Сюда И послушать Много вопросов Сейчас я Еще чуть-чуть Закончим Да Так вот Мне бы хотели Вот я просто Не знаю Все ищу в пути Вот Я Правда говорю Все Деятельность Ищу путь К внедрению Научного Управления Экономикой В нашей стране Может быть Учитывая что Ситуация становится Все более угрожающей И санкции Будут абсолютно нарастать Не сомневайтесь У нас Нас заставят думать Что делать с экономикой И Может быть Даже Крым Где-то Как-то Может служить В качестве Того пилотного проекта Где запускается Экономическое планирование Это будет означать Что Крым Поднял знамя Вот и все А это означает Подготовку новых кадров Команда Которая разбирается В производстве Причем Специалистов Профессионалов Высокого класса По разным отраслям Экономики Которые имеются в Крыму И Скоординированная работа По запуску нового проекта При условии Что Россия Будет предоставлять Раз она так любит Крым Все необходимое Оборудование Сырье Для того Здесь экономика Крыма Согласно плану Развивалась А Крым Ей отдаст то Что будут наработаны Новые методические указания К созданию Координирующего центра О котором говорит президент И которое почему-то Абсолютно игнорируется Правительством Абсолютно Их не интересует Координирующий центр А почему Вот вопрос Почему Значит им Он не нужен У вас нет ответа Почему А почему Он не нужен Потому что Это означает то Что им хорошо Работать как Раб, лебедь и щука Вот и все Ну какой мы сделаем Такой же как и вы Абсолютно тоже Мы все люди И не глупые И все понимаем Так что Если я просто Не хотела долго говорить А вы, люди хотят Вопросы задавать Это наверное лучше вам Да Спасибо, Лена Николаевна Пожалуйста Где наш микрофон Все правила нашего клуба Знают Да Вот есть Первый вопрос Потом Первый вариант Да Представляйте Пожалуйста Владимир Российский Консексолог Вставать Да Сидите Так красиво Прекрасные дамы В президиуме Это приятно И к сожалению Не так часто Когда в президиуме Все три И все три Прекрасные дамы Уважаемая Николаевна С приездом Мы все очень рады Вас приветствовать Я думаю Вы не первый раз Сегодня это слышите И такой вопрос Вы в преамбуле Своего выступления Сказали о том Что кризис О котором мы сейчас Говорим Который для нас В большой степени Не в полной Но в большой Обусловлен санкциями Он является Мировым Вот мне не совсем Понятен этот тезис Я знаю Еще одну Как минимум Страну Которую Коснулась Та ситуация Которую мы Имеем Сейчас на рынке Энергоносителей Это Венесуэла Да Но кроме России И Венесуэлы Я смотрю Что саудиты Вполне себя Нормально чувствуют Другие страны Которые продают Энергоресурсы Вполне себе Комфортно чувствуют В этой ситуации Почему вы этот кризис Который мы сейчас видим Назвали мировым Ну я могу объяснить Я скажу Вы знаете Что является Индикаторами кризиса Это деградация Производства Рост безработицы И это проявляется Везде В странах Европы В частности Вот я возьму Прекрасную страну В Великобритании Я ее хорошо знаю Там даже увеличили Пенсионный возраст И чтобы вы понимали Не зря там возникает Друг партия Независимая Юкип Кстати ее лидер Очень поддерживает Путина И считает Что только благодаря России Может мир Изменить эти Тенденции Глобального кризиса И эта партия Первое Ее требование Она кстати Набирает Очень стремительно Космическую популярность В Великобритании Она и против Консерваторов И лейбористов Она Требует Выход Из Европейского Союза И ничего общего С диктаторским Режимом Европейского Союза И Закон Который они стремятся Первый Принять Закон о миграции Потому что они Кстати они очень Интернациональные Там присутствуют И мусульмане И греки Кто угодно Но чтобы Приезжающие Мигранты Повышали Уровень культуры Великобритании А не уничтожали Великобританию С ее Огромной Богатой Древней культурой И вот Где-то события Которые были связаны С референдумом Планировалось Кое-кем Дальше распад Уэльс Уэльш Уэльс Выходит И никому Великобритания Как государство Условия Господства Крупных оригархов Уже не требуется Идет снижение Общего Культурного уровня Вниз В этом смысле Британцы Не нужны Поэтому нельзя сказать Что Только Мы Нас Обижают Нет Вопрос Общаясь Снижение Культурного уровня Человечества Вниз И это люди Все понимают И Стараются Сопротивляться Кстати Во всех странах Это у союзников У нас очень много Везде Просто нам надо Объединяться И не кричать Что Те плохие Эти плохие Свои есть Везде Как и те Кто Хотят просто Обогащаться За счет других Они тоже есть Елена Борис Васильев Крымское Эхо Ну вот Я вчера Слушал Выступление Зюганова Даун На 24 Канале Много Переплекающегося С вами Сегодня Я слушал Значит Шванова Я Сделал вывод Что Слушаю Вас Тенденции Даже Тенденции В экономике России Я не вижу Такой Которая была Вот так сказать Вот направлена По Вашей мысли То есть Получается Что Вы Сегодня Ну как бы Ну гипотетически Только Можете Как-то Излагать Свои мысли Не имея Совершенно Ни политической Опоры Ну за исключение Может быть Коммунистов Да Ни Со стороны Других Политических Сил То есть Вы одиночка И даже Я бы хотел Чему Вам Не предложить Поскольку Вот сегодня В Крыму Начинается Процесс Такой Ну может Быть Он Деприватизацией Можно назвать Потому что Национализируются Некоторые Предприятия Почему Вам Свои Силы Свои Знания Свои Мысли Не предложить Крымскому Правительству Тем более Оно восприимчиво Таким Предложением Вот официально К ним Обратиться И мы Вас Здесь Поддержали Спасибо За то Что Вы меня Поддержали Ну я Сюда И приехала С надеждой Что Может У нас Получится Какая-то Встреча С представителями Правительства Но Судя по всему Как бы Отклика На то Что Вы встретиться Не получили Да У нас информация Вся есть Она лежит В приемной Мы ждем Целый день Звонка Звонка Пока нет На этой встрече Это не принято Нет Но я готова Мы специально Два дня Запланировали С надеждой Что завтра Будет какая-то Встреча Но пока Этой встречи Нет Вот именно Наверное Потому что Я наука Вот понимаете Вроде бы Как одиночка Но То что У меня На меня Идет Огромный Спрос Со стороны Практиков Вы не представляете Какой Нет Я не буду Говорить Какой Зачем Ну что Зачем Нет Я читаю Лекции Практикам Занимающим Очень высокие позиции Причем Разная аудитория Есть аудитория Здесь сидит Прямо Директор Корпуса И Ростехнологии Там Все поддерживают Ну и что Ну и что А это бесполезно Это вопрос Кстати И к партиям К сожалению Вот Вы задали вопрос Я вам отвечу Значит Вот Весь 20 век Это игра Вот как Товарищ говорит Какая Запущена Инфляция Инфляция Очень выгодно Богатым Во время инфляции Перераспределяется Пирог Поису самых богатых Идет Централизация Мировых Это нормальный Инструмент Для них Эта инфляция То у нас стремительна Она обычно стремительна В преддверии войны Это очень страшный момент Когда начинается Стремительная инфляция Это сигнал Что дальше Может быть война Стремительная инфляция Во время войны После войны Стремительная Потом Рассуждение Сильных мира Сего Хватит Народ устал Делаем Сжатие денежной массы Называется Дефляция Вот это игра Расшверяем денежную массу Сжимаем Дефляция Тут же Транснациональный капитал Предлагает Новую международную валюту Систему Основанную В его интересах Провоцирует Спрос на пустые Доноры Все Думают Стратегически Как это все Сделать И Любят все Друг друга Торгуют Все друг с другом И те страны У которых Валюта Не ключевая Они Своё производство Разрушают Все больше Будут в зависимости От этих стран И так далее И так далее И вот Идет Обслуживание Кто за инфляцию Кто за дефляцию Партии Разные Этот кричит Давай вперед Производителя Он за инфляцию Ура Страна Мы слева Мы за инфляцию Другой говорит Нет Мы же часть мира Мы за финансовую Это яблоко Когда и так Там Коммунисты Но не нужна Россия Ни инфляция Ни дефляция Россия Требуется Экономическое Планирование И рассмотрение Ее Как единой Корпорации Это абсолютно Другой куть Поэтому Партии Обслуживающие Инфляцию Дефляцию Они не работают Над внедрением Экономического Планирования Оно им не нужно Они обслуживают Тот процесс Который мы Продолжаем Сегодня Наблюдать Поэтому Меня партии Не интересует Вообще Нужны Профессионалы Знающие Люди Ответственно Относящиеся К своим Обязанностям Госдума Работает На запуск Хаоса В экономике Идут поправки Идет куча Законов Науки Там нет Они усиливают Дальше Хаос Они свою работу Выполняют По усилению Хаоса И законы Которые принимают Они часто Хватают умные Слова Стратегическое Планирование Никакого Отношения Не имеет К планированию Никакого Алгоритма Действий Как внедрить Управление Экономикой В этих Законах Нет Значит Это не законы Законы Лоббируют Интересы Правительства Узковедомственные Поскольку Эти законы Разрабатывают Разные Ведомства В своих Интересах А единого Научно-практического Центра Ответственного За развитие Страны В целом Нет Поэтому Ты читаешь Лекции Ты востребован Ну и что Поэтому Я Наверное Приехала Где-то К вам Чтобы Тоже Помочь И поддержать Потому что Вы интуитивно Чувствуете А я Работаю Вот и все Указываю Своя работа Но и с интуицией Все понимают Важный вопрос Сядьте Пожалуйста Лена Николаевна Выдет на ваш вопрос Когда вы присядете У нас тут есть правила Определенные Будьте добры Их уважать Спасибо Сядьте Пожалуйста Можно Это Репрессии Это Репрессии Это Правило Спасибо Пожалуйста Вопрос Следующий У нас есть Записки Вы можете писать Свой вопрос На записке Я обязательно Их зачитаю Пожалуйста Я уже Написал Запишу Ну здорово Да Санкт-Петербургское Землячество Крыма Ну по поводу Моисея Леона Исмаилов Так сказал Что Моисей 40 лет водил Для того Для того Чтобы По поводу Моисея Вы хорошо вспомнили Леона Исмаилов Так сказал Что Моисей Водил 40 лет Для того Чтобы Вымерли Те люди Которые Помнили Что в Египте Было Плохо Это первое Значит То что Вы говорите Да Это была Корпорация Да Это было Согласовано Ну вот Лично я Как Начальник отдела Получал Из Госплана Согласовывать Документы Мне надо было ОКР Оценивать Е в ноль Там ТТД И еще Коэффициент Такой-то Чтобы Ну Зарплату И так далее То есть Расчет был Скажут так Мы же не дурны Мы считаем От обратного Вы считывали Нужную нам Зарплату И так далее То есть То чего Вы говорите Уже Госплан Начал Порождать Хаос Он его породил Да И о чем Так сказать Вот это Я же сказал Что хаос Расстался Следующее То что Вы говорите По Крыму У вас Правительство Не приняло Оно у вас Не приняло По той Простой причине Когда Крым Свалился На правительство Вот Знаете как Город Курорт Евпатория На самом деле Это Мощнейший Авиаремонтный Завод Мощнейший Авторемонтный Завод Мощнейший Там Это Самое Это Все Скрыто Я По Симферополю Не буду Говорить Керч Это Единственный В СНГ Огромнейший Огромнейший Сухой Дом Где Можно Делать Авианосцы Вы понимаете Как И вот По Крыму Я По Симферополю Я Не говорю О том Что Там Недостроенное Предприятие И так Дальше То есть Мы Это Все Знаем На Это Правительство Свалилось Оно Вопрос Несколько Иной Вот У нас Складывалось Тогда И сложилось Такое Отношение Москва Столица России Или Москва Столица Москвы То есть То Как себя Ведет Москва Она Ведет Себя Как Метрополия По отношению Мы Всех Толоний Особенно Хорошо Мы Видим Это Из Крым Так Вот У меня Вопрос Москва Столица Москвы Или Москва Столица России Ну Я Вопрос К сожалению Есть Москва Которая Занимается Перераспределением Денесных Средств И Есть Все Остальные Ну Тогда Будем В Кризис Даши Вот И Вот Эта Система Мир Которая Предложена Сегодня Она Не Отказывается От Такого Подхода А Москва Должна Столица Останет Столица Только В том Случа Когда Займется Экономик Но Тогда Был Петр Первый Мысленно Да Дело в том Что Как Образовалась Москва Ярлыками Ярлык Взял Ярлык Отдал Ярлык Отдал Помните Иван Политур Точно Так Москва Ельцин Так После Пятого Стакана Это Кравчук Так Сказал Берите Крым Вот Как Это Кепская Болость Забирает Так Вот Петр Первый Не Просто Так Перевел Столицу В Санкт-Петербург И Поэтому Вот Вопрос Будем Треть Ну Вы Понимаете Вы Правильно Говорите Но Дело Не В Переводе Из Москвы В Какой-то Другой Город Потому Что Как Бы Там Не Было Москва Включала В Себя Ученых Все Больше Самых Седых Ученых Забирала Москва Другое Дело Что Сегодня Наука Не В Я вам потом секрет Хорошо Я вам потом секрет От перемены Пространство Места Ничего не изменится Вы извините То есть Москва Столица Не Россия Спасибо Ну Они Конечно Спорят Почему Это Не А у кого Вопросы Марина Марина Вопросы Скажите Пожалуйста Вы Сказали Что Видите В общем-то Какую-то Поддержку Политическую Волю От Президента России Владимира Путина Насколько Много В России Людей Понимающих Реальное Положение Дела Самое Главное Желающих Изменить Эту Ситуацию К Лучшему Есть Такая Критическая Масса Которая Будет Способна Переломить Ситуацию Или Пока Ее Нет Вот Мне Очень Симпатичны Политические Заявления Многие Заявления Путина Но Я Как Экономист Прежде всего Я Заинтересована Еще раз Повторяю Чтобы Была Развивалась Экономика Я За то Чтобы Экономика Была Приматом Политикой Политика Должна Соответствовать Задачам Развития Экономики Причем Подчеркиваю Экономика Примат И Над Политикой И Над Финансами Которые Затмели Экономику Подменили Сколько Людей Поддерживающих А вы Знаете Я Считаю Что На самом Деле Их Очень Много Вся Страна Потому Что Многим Я Читаю Лекции Я Вижу Реакцию Я Не вижу Никого Кто Был Б Против Так Что Вся Страна Но Вопрос Когда Сможет Страна Повлиять На Изменение Ситуации В Экономике Почему Меньшинство Так Активно Диктует Большинству Тупиковый Путь Это Такой Притический Вопрос Из Политики К сожалению Экономика Понимаете К сожалению Большинство Очень сложно Организуется Но Процесс Этот Идет Процесс Идет Вначале Организуется По убеждениям Знаете Как Вначале Убеждения Потом Ситуация Действительно Заставляет Президента Очень сильно Меняться Даже Как Я говорил Со Сталином Который Не хотел Переходить На Индустриализацию Но Он Вынужденно Перешел Санкции Ускоряют Этот Процесс Почему Я К Позитивно Отношусь Спасибо Так Что Получается Что Если Не Крым Не Было Санкций То Как бы Россия Разрушала Своё Производство И сидела На Импортной Игле Спасибо Крым И Также Это Я У вас Я Всем Говорю Что Действительно И Поэтому Мы Вас Просто Просим Может Давайте Вы К нам Сюда Хотя Женоголик Разозлюсь В Москву Как Вы И Я Разозлюсь И Приеду И Дай Я Разозлюсь Скоро Действительно Разозлюсь Скоро Давайте Покажем Что Мы Можем Что Сделать Конкретно Давайте Я Не Против Я Начинаю К этому Созревать Хотя Я У вас Есть Я Чувствую Очень Хорошо Сейчас Мы Понадим Потому Что Знаете Как Спрос Там Большой Лекции Читаю Очень Много Я На самом Безумно Занятый Человек И Мне Нравится Что Людям Все Это Очень Нужно Люди Профессионалы Они Все Хотят Все Знать Но Дальше Что Я Хочу Почему Я приехала Потому Что Крым Это Такое Место Тонкое Уязвимое Шанс Все Правильно Говорите Я За Шанс Пожалуйста Потом Вы Начали Отвечательно С вами Просто Когда Вы Аккуратировали Экономики И Очень Важно И Конечно Правильно И Идеально Нет Ну Вот Что Идеально Все Потому Что Володя Он Володя Расскажи Почему Он Так Скептически Отнес Потому Что Он Был Систем Гус Управления На Уровне Крыма И Он Он Имеет Опыт Практически Да И Суть Вопроса В следующем Когда Мы Создаем Иерархию Чем Больше Ступенек В Иерархии Тем Больше Огрешность При Передаче Информации Со Ступеньки На Ступеньку Ну Это Классика Любой Иерархической Системы Так Вот Как В Такой Большой Системе Планирования Как Эти Ошибки Статистические Обусловленные В первую очередь Человеческим Фактором В какую-то В очередь Еще Вопросами Стандартизации Которая Не всегда Имеет Место Быть Да Вот Как Эти Сбои Информационные Нивелировать Для того Чтобы В итоге Планирование Нам Получить Тот Продукт Который Мы Хотим И Ту Система Запустить Во-первых Когда мы Определяем Что такое Планирование Как мы Понимаем Система Действий То мы Определяем Требования К экономической Информации Мы Определяем Требования К системе Бухучета Требования К статистике Требования К организации Банковской Системы Требования К составлению Бюджета Появляется Консолидирующий Звено План Под потребности Плана Приводятся В систему Все остальные Звения Экономики Поэтому Никаких И естественно Информация Всегда будет С ошибками Для этого Существуют Специальные Процедуры Корректировки Информации И везде Есть вероятности Процессы Все мы Это понимаем Но в любом Случае Принимать Осознанные Действия Планируя Это гораздо Более надежно Чем принимать Какие-то Неосознанные Действия Ничего не Понимая Что будет После этих Действий Планирование Помогает нам Принимать Более Выверенные Решения С точки зрения Наших Желаний И больше Ничего И надо Понимать Что Планирование Всегда Являлось Скользящим Принцип Скользящего Планирования В режиме Онлайн Мы каждый раз Уточняем Что мы Хотим И что Мы можем Это все Нормально Оно только Лишь Помогает Нам Принимать Выверенные Решения Повышает Качество Управления Все Китики Нутри Спасибо Пожалуйста Микрофон В зале Где у нас Рука Полукоднята Нет Вот Нет Нет Представьтесь Пожалуйста Сенка Виктор Сейчас Преподаватель Клипо Экономист По образованию И имеющий Практическую Практическую Потработку Вопрос Следующий Согласны Полностью Думаю Большинству Крымчан С вашим Видением И Такое Уточнение Среди Всех Республик Постсоветских Наилучшие Экономико Социальные Результаты На сегодняшний день Продолжает Показывать Беларусь Как вы Считаете Не является ли Курс Господина Лукашенко Во многом В рамках Конечно Его границ Территорий То что вы Пытаетесь Донести В масштабах Всей России Я тоже С уважением Отдешусь К тому Что было Сделано Беларуси Но я вам Хочу сказать Реальный Уровень Зарплаты Там Значительно Ниже Чем нам Представляется Там И падающий Уровень Зарплаты Ну Представляете Где-то 300 долларов Я представляю У меня сестра Живет в Минске И люди бегут Из Беларуси Работать в Польшу Очень тесные связи У Беларуси Развиваются с Польшей И между прочим Есть еще такой момент Много костелов Построено Новых В Беларуси Проблем там много Там нет Того планирования Которым я говорю Там есть поддержка Каких-то отраслей Лукашенко Есть некоторые Правильные принципы Которыми он руководится То что он старается Производство сохранить И прежде всего Сельское хозяйство И он лично Контролирует Насколько Эффективно Работают Представители сельского хозяйства Может неожиданно На вертолете Пролентать территорию Остановиться Потребует порядок Он хотя бы требует порядок Ведь какая-то У него ответственность За то чтобы людей Накормить Существует И правильно делает Что он Не дает возможности Создавать политический хаос Вот есть требования Которые Лукашенко соблюдает Но К сожалению Он не перешел На экономическое планирование Хотя такой шанс имел И имеет до сих пор Вот вопрос Почему Сразу возникает Почему Не учили Да Может быть из-за этого Но Что хочу отметить Он инстинктивно На уровне инстинкта Бесятка и учебы Понимает Держись за Россией Иначе конец Это он понимает Дело в том Что я следующий вопрос Не задал Ситуация Такова Как вы относитесь То что называется Нелинейная экономика Это значит Грубо говоря Вы вкладываете Миллиард долларов В какую-то копеечную Двич А потом возвращаете Имеется ввиду Флэш памяти Флэш Элементы экономики То есть мы делали Изобретение Которое давало Скажем так Вложение Десять миллионов Которые Возвращались Сто миллионами Двести миллионами И после этого Я хочу сказать Я в ваших словах Пока еще не услышал А как же быть С нелинейной экономикой Вы поняли О чем я говорю То есть копеечную Вечу Я хочу Я сейчас переведу Нормальный язык Наверное Вмере ввиду Что внедрение Новых технологий Почему Газплан Не способствовал Внедрению Отвечаю Потому что Планировать было Настолько тяжело На счетах Чем занимался Газплан Он с трудом Держал Ситуацию в застое И он не мог Двинуться Никуда Ни в сторону Изменения Заказов Конечных потребителей Ни в сторону Внедрения Новых технологий Он держал Застой Полторы итерации В год Это означает Никогда Конечный потребитель В той системе Не мог стать Главным лицом А диктовал Диктовал ситуацию Вот это есть Все Вот это ты и получишь Другого я не произведу Мы столкнулись Вот именно С тем Что я говорю Сейчас Связано с переходом На новый тип формации Которую Движение Имеется ввиду Вперед Внедрение Новых технологий В управление Экономикой В планировании Вот если бы Мы эту задачу Понимали Что это задача Номер один То мы бы Весь мир был бы Абсолютно иным И все вот это Согласование О котором я говорила Проходило бы За секунды Но К сожалению Мы не создали Вовремя Эту модель Даже более Сказала бы Блокировалось Ее создание Но было неинтересно Когда поставили Задачу создания АГАЗ Общий государственный Томатизированный Семь управления Почему-то Отдали Эту задачу Технарям Глушкову И математикам Моисееву А экономисты А те экономисты Которые у нас были Тоже были далеки От практических задач А настоящий экономист Это выходец Как раз Из производства Который понимает Что такое Организация Производства Но к счастью Модель есть Наука Есть и развивается И только Экономическая наука Может дать выход Стране из кризиса Никакой хаос Депутатский Икра партии Ничего нам не даст Кроме дальнейших потерь Спасибо Да Пожалуйста Вопрос Будьте добры Не могли бы вы как-то Представьтесь пожалуйста Малый Константин Свободный Слушайте Скажите Вот Вы постулируете Ну Подход Который Так сказать Рекомендуете Ну Использовать Россию Но есть такая Вот экономика Например Достаточно эффективно Развивающаяся Германия Можете Как-то сравнить Вот Послевоенная Так сказать Германия Сразу могу сказать Никакой эффективно Развивающейся экономики Германии Не существует Она живет прекрасно Потому что Она лидирует В той группе стран Евросоюз И может рисовать Евро Во Франкфурте Ничего там такого Не существует Никакого опыта Евросоюза Нам перенимать Не нужно Это означает Если перенимать Экопыт Это действительно Продолжит Москва Ограбить всех Остальные Остальные будут Все падать Вниз Нам нужно Развивать Экономику Всей страны Всех регионов Мы все Одноцелые Нам нужно Координировать Наши усилия В общем деле Экономическая Координация Должна быть Сейчас у нас есть Только политическая Координация Не дай бог Если что не будет Не дай бог С президентом На него надо молиться Потому что Тогда Вообще Получим Хаос Нет Есть такое понятие Как развитие Технологий Современных Понимаете Очень много Говорят о развитии Технологий Есть и такие Экономисты Которые предлагают Прыгнуть на шестой Уровень развития Технологий Да алгоритм действий Как там оказаться Почему-то алгоритм действий Не дают Много красивых слов Мусы произносить Алгоритм действий Дают опять-таки Экономическое Планирование А Нербай Очень хорошо Устроилась За счет всех Остальных Идет вперед Очень хорошо Если кому нравится Такой путь Пожалуйста В Чехии Ничего не осталось Честного Все скупили Никакой инициативы Им не разрешено Фактически Рабы Кто хочет Такое рабство Вперед Дорога Открыта Господа Еще В ваших словах Я не услышал Необходимость Развития образования Потому что Вы правильно говорите Раз нет экономистов Начинают их готовить Надо вообще Менять подготовку экономистов И инженер должен получать экономические знания А не эту ерунду Всякие эконом-теории Которые не являются научными Какую-то игру Сектарскую устроили Играют Еще себе Нобелевские премии Выписывают За эту игру Кто придумали до того Нет Если все рассказывают То, что они придумывают И за что получают Волосы дыбом становятся Ну, например, ВВП Которое очень люди Сегодня шувала С радостью Сказала Удвоили ВВП Ой Ну, я Это моя Я занимаюсь Национальным счетоводством Лекции Читаю Везде Там выходят И доходы от проституции И вся теневая экономика Удвоить ВВП Очень легко Вы едите все на улице Удвоили ВВП Нет проблем И мне очень нравится Как наш председатель Росстата Очень радостно сказал Что по новому стандарту Национального счетоводства В составе ВВП Будут учитываться Только подумайте Стоимость квартир Вот если бы вы сдали в аренду Вот эта стоимость Так называемая аренда Приплюсовывается к ВВП То есть квартиры вам Как бы оказывают услуги И он сразу сказал О, сейчас мы начнем Это учитывать Наш ВВП еще больше Вам не все равно Есть ВВП Нет ВВП Что-то изменилось Сказали Удвоили Утроили Вообще Для чего это все говорят Якобы какая-то наука Есть еще график построили Еще формула Еще лучше птичий язык запустили Которую никто не понимает Вроде бы как И наука появилась Так что ВВП вообще надо забыть И похоронить Добрый вечер Константин Порубин Суть времени Скажите пожалуйста Возможно ли Переход на плановую экономику Без трансформации Других политических Идеологических Реформ И Возможно ли Возможно ли Плановая экономика В отдельно взятом регионе Ну например В кому Это То же самое Как возможно Плановая экономика В отдельно взятой стране Ой Семья Кто-то планирует А тот же Просто так Пьет Выпивает И Делает Что он Кучит То же самое Сидимон Возможно Естественно Вы абсолютно правы Гораздо легче планировать Когда у тебя в руках Все ресурсы Почему Россия объективно Союз выходил на планирование Огромная страна Абсолютно имеющая все ресурсы Так кто тебе мешает планировать А нужна ли тебе вообще Внещая торговля Вопрос Если ты производишь Качественные товары Без всяких надбавок Без всякой химии Если ты культурно Отношаешься к своей земле Зачем тебе покупать то Что там Туда напичкают Всякую руду Что только прибыль имеет Тебе это надо? Нет Мода Ну хорошо Мы тоже можем модой заниматься Но в конце концов В культурной связи Да Мы готовы их развивать А нужны ли были товары Это много вопросов Но захотелось кому-то Стать богатой Доллар Это выигрывал В экономической конкуренции Над рублем Потому что у нас Экономика Постепенно-то усилился В ней хаос И разваливалось Рубль не была избранной валютой И никогда не будет избранной валютой У мировых спекулянтов Так что Я считаю В любом случае Надо начинать планировать Конечно Гораздо проще Начать со страны С самой Это все ресурсы В своих руках Но если это сложновато Вот я вам говорю Что даже Развитие Дальнего Востока Недаром же Путин говорит Есть проект Арктика Проект Что значит проект Это предполагает проект Единое планирование Но пока Все желают Сделать кусочки Типа технопарков И всякой ерундой Тогда может быть Крым будет Тем единым проектом Он же тоже как проект Рассматриваться должен Как единый И даже подчеркнуть Мы не частичный проект Мы единый Крым И мы хотим Быть полезными России С точки зрения Адаптации Создания Той самой Новой модели Которая нужна И России И дальше Всем странам мира Она будет нужна Потому что мир Должен идти на новый тип Цивилизации Иначе Перспектива у мира Именно та Что мы сегодня Видим по телевизору Страшные перспективы Согласно Быть таким Пилотом региона Да пожалуйста Вопрос Подождите Дождитесь Микрофона Стоп Стоп У вас есть методика Допустим Которую можно было бы Применить Для Крыма Для 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 Крыма Для Крыма К этому Подключатся Инженерная Академия Плюс Есть Экспертная Сейчас Собирается Группа По Разработке Плана Развития Крыма И Ваша Помощь В плане Мультовопроби Это очень Здорово Помогло Мы бы вас В этом плане Очень поддержали Потому что Я 20 лет Поработал на заводе 20 с лишним Директором Я прекрасно Понимаю Беспроизводство Профессионал Супер Глаз Перед нами Я готова Помогать Всем Чем Могу Ну так Сказать Все конкретно В связи Методика Ну Каждое Дело Да А вот так И надо Разрабатывать Есть методология Вот это Есть 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 И подход Вот есть Модель И она Тебя ведет Как дальше Действовать Понимаете Вот это Пожалуйста То есть Но каждое Конкретное Дело Требует Уже Конкретной Методики То есть Научная Методология Должна Накладываться На Конкретную Сферу Это Только Вместе Профессионал Данной Отрасли И тот Уладитель Татологии Вместе Это Все Делают Один Человек Это Смешно Когда Говорят Вот Гений Что-то Сделал Это Экономика Тут Все Работают Профессионалы Каждой Сферы Создание Микрофон Не 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 Давайте Пора Добрый Вечер Перед Юрий И У меня Вопрос Наверное Несколько Офтоп Но Меня Он Интересует Санкциями Следующая Волна Санкция Наверняка Будет Отключение От Свиста Сейчас В Фейсбуке Идет Активная Дискуссия По этому Поводу Некоторые Считают Что Это Наоборот Подстегнет Экономику В России Подскажите Пожалуйста Как Вы Это Видите Что Нам Грозит Или Наоборот Какие У нас Преимуще Собой После Я считаю Что-то Грозит И В принципе Неплохо Если Это Будет Что Отключит Потому Что Мы Должны Понимать Что Деньги Это Не Чудо Они Выполняют Определенную Функцию В системе Развития Экономики В Частности В Своё Время Что Выполняли Деньги Вообще Что Не Выполняли Мы Изучали Когда-то Капитал Маркса И Все Функции Денег Очень Хорошо Были Расписаны Деньги Как Посредник Я Продал Получил Деньги Но Деньги Мне Не Нужны Я Если Не Буду Я Тут Отдаю Другому Производителю Что Получить Товар Тов Продукт А Деньги Только Обслужили Процесс Передач В Своё Время Нам Зарплату Как Завод Выдаёт Зарплату Центральный Госбанк Выдаёт Эти Деньги Платить Зарплату Я Иду Зарплатой Куда На Потребительстве Рынок Я Зарплату Отдаю Получаю Продукт Зарплата Возвращается Куда Обратно Госбанк И Потом Крутятся Они Никому В принципе Неинтересно Они Обслужили Процесс До свидания Их не съешь Не поешь Не Дом Из них Не построишь Так что Такая Любовь К деньгам И такое Приживание Как же так Нас отключат Да пусть Отключают Своя Система Функции Деньги Должны Выполнять Соответствующие Экономическому Планированию Нашей жизни Обслужить Тот самый Процесс Который Будет Способствовать Улучшению Нашего Уровня Житней Выполнять Свои Функции В этой Системе Пусть Ничего Пусть Отключают Это нормально Нас и будут Отключать Потому что Нас Толкают Ребята Думайте Своей головой Поэтому Спасибо Что они Нас толкают Они нам Помогают Я Очень Благодарна Каждое Следующих Действия Только Ура Елена Николаевна Мы говорили О Беларуси А что Вы скажете О Китае Китае Отношусь Знаете Как Китаю Жду Тоже Большой Проблемы Потому что Там Гонирования Нет Там Тоже Есть Приоритетные Точки Роста Мы Помогаем Вот Этим Регионам Есть Там Богатые Нищие Регионы Работают Они Очень Много Кстати Конечно Хорошо Что У них Производство Работает Отличие От Нас Тут Плюс Большой Но Собственность Там Очень Большое Влияние Американцев Дети Учатся В Американских Школах Получается Наверное Тоже Самая Экономическая Теория Которая В перспективе Легко Развалить А Китай А Китай Ждет Китай Ждет Что И Россия Предложит Потому что Я ездила Один раз Так Даже не знаю Почему Так получилось Меня Пригласили Участвовать На заседание Стратегического Партнерства Оказывается Китайская Сторона Пригласила Вы Сейчас Не приглашают Где Я и сказала Что Перспектива За стратегическим Планом Развития Экономики И России И Китая Да Они сейчас Фабрика Промышленная Мы Допустим Сырьевой Увы Придаток Ну и еще Интеллектуальный Центр А это Дорого Стоит То есть Мы способны Организовать Планирование На новом Качественном Уровне А если Россия Китай Вместе Это вообще Все Да Но Смотря на каких Принципах Вопрос Принципов Экономического Планирования И тут Интеллектуальная Мочь Россия Номер Один Китай Никогда Сам Ничего Не Продуцировал Но Только Я надеюсь Именно К этому А не К тому Чтобы Мы Были Придатком Ну Мощь Интеллектуальная Сразу Ставится За Россию И что Там Говорить Подожди Давайте Читывать Записки У нас Есть Первая Записка Другой Индивидуального Предпринимателя Плановой Экономики Совет Для Индивидуального Предпринимателя В условиях На кризис А малый Бизнес Как Может Развиваться Сегодня В условиях Плановой Экономики Ничего Будущего Нет Он Сегодня В условиях Господства Монополия Никому Не Нужно Они Пожарают Объективно Съедают И Его Не Будет Пример Кстати Тоже Был Интересный Из Истории Корпоративной Экономики Фашистской Германии Там Приняли Малый Малый Бизнес Он Даже Более того Он Очень Сильно Поможет Государству В плане Новой Экономики Потому что Государство При его кадрах Настолько Топорно Ему Трудно Ориентироваться На Спрос Граждан А Малый Бизнес Он Более Гибок Более Реагирует Малый Бизнес Необходимое Звено Без Него Никуда Не Денешься Но Надо Создавать Условия Да Марина Рассказывает Наш Правительство Сейчас Напоминает Песню Из Собачьего Сердца Суровые Годы Уходят За ними Другие Приходят Они Будут Тоже Трудные И Почему Затягивать Пояса Всегда Предлагают Нам То Есть У Людей Нет Никакого Просвета Вот Какова Роль Ведена Людям Ваши Планируемые Модели Экономики Это Тоже Постоянное Затягивание Поясов Или Активное Участие И Нормальное Развитие Сразу Сообщаю Что Планирование Это Результат Деятельности Всех Все Работают Все Составляют План Не Бывает Так Что Сидит Там Один Умный И Спрашивает У президента Какую Программу Нарисовать У нас Есть Такие Люди Которые Говорят В зависимости От Какой Президент Придет Я Нарисую Такую Программу Развития Общества Планирование Это Самый Демократический Механизм Составление Плана Участвуют Все Снизу Вверх Сверх Вниз И Более Того Даже Начинается Оно Снизу Так Что Здесь Все Участвуют У всех Работают Мозги Что Предложить Новое С точки Зрения Улучшение Плана То Есть Результат Согласования Всего И Вся При Расчетах Всех Везде На Всех Уровнях План Никогда Не Разрабатывался Одним Человеком Самый Демократичный Механизм Еще Распотеряю Это План А вот Извините Когда Я Говорю Вот Я Считаю Должны Быть Какие Точки Роста И Мы Туда Направим Деньги Вот Это Уже Не Демократический Механизм Это Кто Так Решил А Планирование Мы Все Считаем Все Вскрываем Наши Резервы Участвуем В общем Деле Согласование Того Чего Мы Хотим И Чего Мы Можем Там Хорош Он Разрушил Все Разрушение Первым Причем По всем Направлениям Простите Еще один Вопрос Сопутствующий Мы Наверное Все Понимаем Что Сложилась Уже В мире И у нас В России Некая Финансовая Логия Которая Вот Живот Вот Этой Финансовой Модели Экономики Живот Очень Неплохо Обогречает Очень Листо Вообще Можно Ли Как-то Сломать Вот Эту Потому Что Мы Видим Эту Тенденцию В правительстве Везде Оно Как Камень Которая Лежит Впереди Ручей И Не Дает Тебя Ну Как Сломать Вот Сейчас Мы С вами Послушали Приходим К Здесь Революция Ни Причем А Как Как Механизм Как Наши Требования Ну Во-первых Не Должны Со Всех Сторон И Активность Должна Быть Наша Большая Но Понимаете Тут Главное Понимать Что Требовать Вот В данном случае Мы Требуем Экономического Планирования Причем Планирование Именно В том Смысле Что Участвуют Все В процессе Голосования Наших Вот Как Мы Еще Раз Повторяем Что Мы Хотим И Что Мы Можем А Не Так Что Нам Кто-то Нарисовал Программу Распилил Деньги Сказал О Наших Желанках И Не Подкрепил Соответствующий Механизм Он Нарисовал Программу Очень Много Денег Распилили На Программах Которые Не Работают Это И Есть Валютаризм Это И Диктатура Ситуация Будет Усложняться И Я Уверена Что Сам Президент Потребует Экономическую Модель Планирования Как Новый Денег Да Это Все Произойдет Вот Кстати Я горжусь тем Что Россия Может Создать И Очень Долго И Созревать И Созревать Терпеть Это Ее Огромное Достоинство И Сила Я Думаю Что Созреет Власть Тому Что Но Я Уверена Что До Этого Никогда Не Дойдет Потому Что Россия Своя Миссия Москва Понимаете Некуда Бежать Из Москвы Да Но Москве Из Москвы Бежать Некуда Поэтому Москва Сделается Заранее Войны Революции Никакой Не Будет В Москве Абсолютно Убеждена Святой Революции Не Будет Еще Один Вопрос Вы Достаточно Знаете О Военно-промышленном Комплексе Это Вообще Нечто Отдельное В России Или Оно Тоже Развращается По Этим же Стран Там Тоже Очень Много Проблем Потому Что Единой Системы К сожалению Не Существует Опять Имея Все Ресурсы И Кадры Перепродает Китайские Товары Может Обратить внимание На Федерменные Стратегии Сталина Когда Каждый Апрель Снижались Цены Как Доставить Людей Работать Да Производить Производить Ну А Понимаете Как Доставить Людей Сейчас Будет Очень Высокая Безработица А Самая Главная Потребность У Человека Все Таки Работать Созидать И Поэтому С удовольствием Пойдут Люди Производить Вспомнишь Что У них Инженерное Замье Самая Первая Потребность Это Производить Трудиться Но Если Не Будет Где Работать Я Не Знаю Что С С Будут Безработными И Без Пускай Хреб Долго Это Будет Очень Тяжело Сейчас Процесс Будет Усиление Безработицы То Идет Процесс Созревание Страны К Другому Другой Экономической Модели К сожалению Идут Потери Никакое Государственное Регулирование Чтобы дать Людям Работу Оно Будет Никакое Государственное Регулирование Не поможет В случае Создание Работы Нам Требуется Экономическое Планирование Это Другие Вещи Это Управление Экономикой Регулирование Такое Мягкое Мы Наблюдаем Что Где-то Кому-то Поддерживаем Нет У нас Только Один Выход Заниматься Управлением Экономикой Поэтому Многие Преподаватели Говорят Вот Государственной Экономике Поможет Оно Давно Умерло В 70-х Годах Оно Было Разрушено Мировым Рынком Судных Капиталов И Говорить О мертвом Трупе Что оно Нам Поможет Это Уже Знаете Даже Неприлично Нам Поможет Только Управление Экономикой Основанное Представление Страны Как Единой Корпорации Крым Как Единая Корпорация Которая Выступает Уверенно Конкуренция С другими Маленькие Но Городы Можно Возразить Крым Это Непотопляемый Авианосец И Здесь Еще Есть Военные Структуры Нет Мы Это Все Знаем И Слава Богу Все Спокойно С Учения Военных Вещей Я Спокойно Думаю Вопрос Об Экономике Мы А вот Я Говорю Об Экономике Большинство Предприятий Крыма Числились Воинскими Частями Понимаете В чем Дело А это Были Нормальные Обычные Предприятия Вещей Это Хорошо Это Плохо Потому Что Их Нет Я Хотел Другое Вы Знаете Как 2015 Год Называется Переломным Этот Гугловский Который Объяв Что Интернета Нет На Сам Глупость Сказал Дело В том Что Еще В 2000 Году Было Сказано Интернет Вещей Это Что Такое Идет Совмещение Цель Интернет Вещей Совмещение Информационной И материальной Реальности Материальной Реальности То Вы Понимаете В чем Дело Вот Эти Мобильные Телефоны И так Далее Сейчас Идет Цель Причем Ближайшая Цель Ставится 3-4 Года Совместить Информационное Пространство И материальное С тем Чтобы Учерка Не было Разницы Вот Вы В этом Своем Планировании Учитываете Это Или Нет Ну Опять Такие Планирование Это Прежде всего Информационный Процесс Информация От тех Процессов Которые Идут В материальном Производстве А что Еще Что Еще А еще Жили Людей Ну А Естественно Что В Информационном Процессе Участвуют Люди Люди Составляют Планы Разрабатывают Они И исполняют А управляют Кто управляет Люди Управляют Вот В том То И дело Управляют С помощью Информационной Технологии Чтобы Им Отлечить Процесс Принятие Учерков Возникла Новая Реальность С которой Еще Ничего Не поняли Вот Сейчас Знаете Как Легко Управлять Обществом Выбить И соту И начнется Массовый Психоз Не могут Дозвониться Туда Это проблема Информационной Безопасности Технической Безопасности Она серьезная Проблема Нет Я знаю Эту проблему Я работаю С теми Кто знает Что в любой момент Могут отключить Все компьютеры Я все это знаю Но в данном случае Это спецслужбы Есть Которые Этим Серьезно Занимаются И у нас Есть прекрасные Разработчики Понимающие Эту проблему Я просто хотел Сказать Есть дополненная Реальность На самом деле Люди Различают Где информация Где это Само Я прошу Простите Спасибо большое Записку Зачитываю Будет ли Острая фаза Кризиса В 2015 году Ценообразование В которое Входит стоимость Утилизации Производственной Продукции Механизм Плановой Отличной Экономики Я только могу Сказать одно Что кризис Продолжится И очень сильно Я очень переживаю За то Что будет весной Особенно Меня пугают Цены На жизненно важные Продукты Текущие Да У нас еще Какие-то Запасы есть Вот эти санкции Мы же сами Так решили Без всяких Расчетов Ударили По продовольствию Особенно С молоком У нас серьезные Проблемы Могут быть А молоко Это дети А? А? А мирового Дойдет Это Кризис? Да А он идет Вообще В мире Он везде Всех касается Но очень было Обидно Смотреть Как молоко Сливали В Европе Поскольку Мы отказались Оно Значит Все Прекращается Производство Молока То есть Ситуация Заставляет Считать Элементарные Балансы В натуральном Выражении Очень Неприятно Все это А когда Санкции Принимали Никто Ничего Не считал И сейчас Насколько Реальная Возможность Отказа От Долларов В сложившейся Ситуации В России Не Передет Отказ От Валюты К прямой Военной Агрессии Со стороны Запада Меня Абсолютно Военная Агрессия Со стороны Запада Почему Это Не Волнует Абсолютно Нет Да Не Волнуйтесь Какая Военная Волнует Не Знаю Если Представители Генерального Штаба Нашего Военного Штаба Врут Абсолютно У всех Закрыто Чего Волноваться Надо Думать О том Что Внутри Страны Происходит Об Экономике Думать Слава Богу Пока Есть Возможности Небо Закрыто Спим Спокойно А вот Экономика Она Волнует Да Пожалуйста Последний Вопрос Из Реплика Да Жанна Николаевна Мы Когда Стали Частью России Вернулись Так Сказать К родным Берегам Наш Непотопляемый Роносец Крым Вернулся К родным Берегам Мы Остро Ощущали То Что Мы Интересны В нашей Большой Стране Всегда Было Большое Внимание Первые Месяцы Особенно Прикораны Республике Крым Вот Откровенно Говоря Последние 2-3 Месяца Мы Крымчане Стали Ощущать Легкое Похолодание Интересов К нашему Ковострову К нашему Центральному Руководству Я думаю Вся аудитория Ко мне Присоединится Мы вас Как гости Из Москвы Человек Который Общается В том числе Из Круга Правительства И так далее Того человека Которого Услышат Хотим От имени Всех Крымчан Попросить Будьте Любезны Напомните Нашим Руководителям Нашего государства Чтобы они Не забывали Что Крым Часть России Мы Нашу Большую Страну Любим Ну и Надеемся Что Она Так же Любит Свою А главное Не забывать Что Здесь Такие Люди И что Они Хотят Работать И Жить Здесь Люди Они Они Только Люди Да Последний Вопрос Да Пожалуйста Здравствуйте Алексей Ну вот 27 числа Правительство Там Приняло Какой-то Антигрессный План Там Много Разного Ну и Там Есть В том числе Такие Слова Правительство Российской Федерации Рассчитывает Что Стабилизация Сырьевых Рынков Дальше Ля-ля-ля Ну и Всем Хорошо То есть Вопрос В общем Какие Вообще У них Есть Основания Считать Что Будет Какая-то Стабилизация Когда Каждая Саудовская Собака Уже Пролаяла Что Не Сможет Продолжать Дешеветь И Дальше То есть Но В принципе Они Не Обрисовывают Ну и Напоследок Так Скажите Нам Что-нибудь Хорошее Я Первое К сожалению Правительство Вообще Не Управляет Ситуация Оно Только Созерцает Подлетает Что там Произойдет Так что Их заявления Стабилизации Они равна Цена Тому Что Сказать Никакой Стабилизации Не будет От них Ничего Не зависит И И Сам Позор Что Стабилиз Развиваться Только При Развиваться При условиях Другого Ничего Не Презойдет И Я Надеюсь Что Поскольку Ситуация В Крыму Будет Не Очень Приятная Крым Может быть Один из Тех Первых Кто Будет Давить На Своё Любимое Правительство И На Всех Остальных Пришло Время Заняться Экономическим Планированием Давайте Начнем С той Больной Точки Которой Сегодня Является Крым И Крым Напомнит О себе Не Только Вначале Но О Крыме Будут Говорить Все Время Поскольку Крым Будет Заниматься Новым Проектом Нужным Не Только Россия Всему Миру Всему Миру Сегодня Нужен Звучит Достаточно Оптимистично Спасибо Большое Лена И Главное Что Вы К нам Гонятся Время День Это Последний Раз Что Вы Будьте Нашим Геномическим Советником У нас Есть Особенности Да Мы Ритуалы Мы Дарим Книги За Лучшие Вопросы Кто Сегодня Получит Очень Активно Спасибо Вам Я Не Не Хочется Совсем Просто Рождается Даже Завод Городители Инженерные Мысли Я думала Что Это Книги Мой Сами К сожалению У меня Честно говоря Моих Не осталось Вообще Но я Преподаю И все Разбирать Вот Одну Привезплату Сейчас Я не буду Покупать Эти книги Второе Сдаю Но Один Сыгран Уйдет Впереди Меня Поэтому Книгу Уже Еще Меньше Сами Кому Кому Мы Задавали Вам Обязательно Надо Женщин Побежать Обязательно Вам И Вот Вам Всего доброго Всего доброго Всем до новых встреч В феврале Мы вам Передадим Книгу Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует